Здравствуйте! Эфир телеканала РЖД ТВ продолжает программа производства. И сегодня мы поговорим о новаторском решении для российского рынка грузоперевозок. У нас в студии первый заместитель генерального директора по стратегии продукту научно-производственной корпорации Объединенная вагонная компания Алексей Соколов. Алексей Михайлович, здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите же нам скорее, что это за новаторское решение для российского рынка грузоперевозок? Ну, я действительно хотел бы отметить, что это новаторское решение исключительно для российского рынка. Съемные кузова, на самом деле, если точно быть методологически, то это съемное навесное оборудование на грузовые вагоны. Но съемные кузова – это международный термин, свободис, применяется в международной практике. И это довольно распространенное решение на европейских железных дорогах и отчасти на американских железных дорогах. Почему именно для российского рынка, вот вы хотели уточнить? Ну, вот для российского рынка это действительно новое решение. Дело в том, что наш российский рынок грузовых перевозок довольно консервативный и технологически он не сильно изменился со времен Советского Союза. В то же время рынок весь грузовых вагонов и грузовых перевозок делится на две неравноценные части. Первая часть – это универсальные вагоны. Вагоны, которые возят широкую номенклатуру грузов – это полувагоны, это универсальные платформы и крытые вагоны. И огромная часть специализированных вагонов. Вот если универсальные вагоны, они совершают большую львиную часть доли грузооборота и задействованы круглый сезон, вне зависимости от конъюнктуры рынка, они всегда работают. То специализированные вагоны, они, как правило, подвержены серьезным колебаниям конъюнктуры спроса, сезонности, нюансам изменения экономики в регионах и так далее. Однако сейчас все-таки тренды идут именно в сторону специализированных вагонов. Многие компании говорят об этом. Совершенно верно. И дело в том, что специализированный вагон, он по определению всегда лучше, чем универсальный. Он более оптимизирован под конкретный груз, более производительен, оптимизирован по технологии перевозок. Но содержать специализированный вагон под свои нужды может не всякий. Это довольно дорогое удовольствие. Для примера, вагон состоит из двух частей. Это, собственно говоря, экипажная часть, это тележки, тормозное оборудование, автоцепное оборудование, сама несущая конструкция рамы и кузовная часть. Вот экипажная часть, она универсальная для всех вагонов практически. Она отличается, бывает только там по длине, но в остальном она универсальная. В то же время кузовная часть, это как раз та самая специализация вагона под конкретный тип груза. И вот экипажная часть, она стоит приблизительно 80-90% всей стоимости вагона. Дело в том, что именно в ней расположены дорогостоящие тележки, которые определяют потребительские свойства вагона, его надежность, его грузоподъемность и также его производительность. А кузовная часть, это 10-20% всего. Естественно, логическое решение было бы разделить эти две части. С какой целью? Для того, чтобы экипажная часть использовалась все время, а кузовная часть использовалась в зависимости от изменяющейся конъюнктуры. Спроса, сезонности и так далее. Вот, собственно говоря, такое решение мы и реализовали. Да, оно действительно новое для российских железных дорог. Оно, как любое новое решение, требует обкатки, требует, возможно, какого-то изменения технологии перевозки. Но мы уверены, что за ним будущее. С экономической точки зрения, в общем, понятно, да, что будет использоваться то, что дороже стоит, оно и будет работать, то есть оно будет окупаться, а вот эта верхняя часть, которая оказывается всего 10-20% от общей стоимости, ее можно, условно говоря, снять, поставить, заменить на что-то другое. В чем преимущество еще, вот более подробно? Вот, ну, помимо вот этого действительно очевидного с экономической точки зрения преимущества, есть и другие нюансы. Но дело в том, что вот у нас парк в среднем половину времени стоит. То есть всего у нас порядка миллиона вагонов в парке, если считать парком СНГ, это больше полутора миллионов вагонов. При этом в движении, то есть, собственно говоря, в перевозке, находится всегда где-то половина парка. А половина парка, она стоит на начальных, конечных операциях, еще где-то в резерве, в ремонтах и так далее. Естественно, это, ну, мягко говоря, нерационально. Вагон должен работать, в него вложены большие деньги, он должен постоянно утилизировать эту вложенную в него стоимость, он должен окупаться. Соответственно, такое решение позволяет минимизировать, максимально минимизировать вот эти вот непроизводительные простои вагона. Достаточно приехать на станцию выгрузки, снять кузов, и вагон уехал. Он погрузился в новый уже свободный кузов и поехал дальше работать. А начальные, конечные операции спокойно, уже в спокойном режиме проводятся грузополучателем с вот этим, снятым с вагона кузовом. Это вот такое преимущество. Еще преимущество есть. Это возможность использования неспециализированной инфраструктуры погрузки и выгрузки. Дело в том, что на самом деле железные дороги, они дают гораздо больше преимуществ, чем востребовано грузоотправителями и грузополучателями. Ну, для примера, еще в 2012 году российские железные дороги завершили обследование полностью всей сети и пришли к выводу, что общим габаритом, который можно использовать для эксплуатации на российских железных дорогах, является габарит ТПР. ТПР – это увеличенный габарит по отношению к тем габаритам, которые использовались до этого. И он позволяет перевозить где-то на 16% больше груза по объему. Но инфраструктура погрузки и выгрузки грузоотправителей и грузополучателей, к сожалению, была построена еще в советские времена зачастую, и она не учитывает эти возможности использования этого габарита. И здесь подникает такая вот противоречие. С одной стороны, железные дороги ушли немного вперед, российские железные дороги, они позволяют перевозить больше груза, а грузополучатели и грузополучатели, у них есть батлнек, у них есть инфраструктура, которая не позволяет эти грузы перегружать. Соответственно, вот здесь вот съемные кузова позволяют реализовать новые способы перегрузки грузов. Почему? Потому что они могут обрабатываться обычной самой техникой, предназначенной для перегрузки контейнеров. Это ричстакеры, это контейнерные перегружатели, контейнерные краны и так далее. Это не требует каких-то изысканий, каких-то серьезных вложений в инфраструктуру выгрузки. Это техника, которая общеупотребительная, ее можно в любой момент за относительно небольшие деньги приобрести, и тем самым расшить вот это вот узкое место по погрузке и выгрузке грузов. Которое сейчас существует во многих портах, во многих. Еще один момент – это использование неспециализированных портов. Ну, для примера, мы все знаем, что часто порты специализируются под перевозком конкретно, например, балкерных грузов, угля, других типов грузов, ну, например, зерна и так далее. Вся эта инфраструктура, которая позволяет перегружать эти специализированные грузы, она вообще довольно дорогостоящая, и в случае возникновения дополнительной потребности в перегрузке грузов, это не так просто ее нарастить, масштабировать эту инфраструктуру. Вот здесь вот как раз съемные кузова могли бы помочь. Дело в том, что для них, в общем, не требуется никакой инфраструктуры, помимо обычной причальной стенки и бетонной площадки. То есть что-то дополнительное, какие-то ресурсы, они не нужны, да? Не нужны. Эти кузова могут выгружаться прямо в судно, и, в общем, мы сейчас такие эксперименты проводим, и могут использовать обычные неспециализированные универсальные порты, а еще лучше контейнерные порты. Вот. Как я уже говорил, что еще одним преимуществом таких кузовов является демпфирование сезонного спроса. Ну вот не секрет, что этим летом был дефицит вагонов, например, нет вывоза щебня, нет вывоза строительных грузов. Это действительно было так, но связано это было даже не с дефицитом конкретно вагонов, а именно с сезонным пиком, связанным с перевозкой угля и перевозкой щебня. Вот здесь как раз съемные кузова могли бы помочь. Дело в том, что у нас многие грузы находятся в противофазе. Например, весной и летом идет щебень уголя и зерно, зимой идет минеральное удобрение, идет тоже щебень. Идет определенная противофазность спроса грузов. Соответственно, съемные кузова здесь позволяют реализовать демпфирование, сглаживание вот этого вот дисбаланса. Достаточно снять один кузов, поставить другой кузов, который специализирован под перевозку торгового груза, и продолжить перевозки. Кузова могут складироваться друг на друга высотой в три яруса, поэтому они не требуют больших площадей для хранения. Никаких особенных условий для их хранения не требуется. Поэтому это чисто резервный оборотный парк. Замороженные средства их хранения, ну сами, как я говорил, кузова, в общем, не стоят особенно никаких денег. Могут производиться, в принципе, любым производителем, даже не обязательно вагоностроителем. И замороженные средства в их парк, этих съемных кузовов, они не такие большие. Я хочу уточнить, какие грузы, какие виды грузов могут быть предназначены для съемных кузовов? Вы знаете, самое интересное, что практически все. Вплоть до того, что мы даже рассматриваем массовые грузы, которые сейчас успешно перевозятся универсальным парком. Ну, например, уголь, щебень, лес. Здесь тоже есть определенная ниша. Дело в том, что есть пиковый спрос на эти виды грузов. Есть проблемы с пропускной способностью портов, которые мы вот сейчас вместе с, я думаю, самой инновационной угольной компанией, СОЭКом, пытаемся решить на примере Мурманского порта. Но в основном, конечно, это специализированные виды грузов. Это минеральные удобрения, это зерно. Вот сейчас мы думаем о создании специальных съемных кузовов под рефрижераторные, изотермические грузы. Но, в общем, на самом деле практически любые грузы. Вот металл, например, особенно специальные чистые сорта металла, которые требуют особенных условий перевозки. Так что фантазия здесь может быть безгранична абсолютно. Но это все-таки кузов будет специализированным, не универсальным. Да, это кузов специализированный. Но, как я говорил, сама экипажная часть, она универсальная. Ну, за счет удешевления того, что сам кузов стоит дешевле, это будет выгоднее, потому что экипажная часть, она никуда не денется. Она универсальная как раз-таки, это часть, которая универсальна. Вы сказали, что любые производители могут выпускать такие кузова. Вот о возможностях именно для производителей. Давайте немножечко побольше поговорим. Какие еще возможности открываются для них? Для нашей компании, как мы сделали ставку на тяжеловесное движение, то для нас это, конечно, возможность именно создавать вот эту несущую основную экипажную часть, которую мы сейчас проектировали с учетом дальнейшего развития в сторону тяжеловесного движения. Это уже экипажная часть. Сейчас позволяет формировать поезда массой 7600 тонн. Для примера, обычная масса обычного поезда, типовая весовая норма, это 6300. Весовая норма поездов, составленных из вагонов со силой нагрузкой 25 тонн сил, это 7100 тонн. Так что это дополнительно плюс 500 тонн весовой нормы поезда, это 8% увеличение веса поезда, 8% увеличение провозной способности. Для нас это в основном преимущество как для завода. Но для других производителей мы собираемся стандартизировать такое решение и предлагать другим производителям включаться в разработку и производство различных видов съемных кузовов. Но я так понимаю, что пока единого стандарта нет, да? Да. Единого стандарта нет. Есть определенные технические решения, применяемые на европейских железных дорогах. Кстати, я хотел бы сказать, что сейчас этот же тренд по созданию съемных кузовов очень перспективен на европейские железные дороги, в частности Deutsche Bahn. Тут недавно у нас были переговоры. Они очень заинтересовались этим решением. Дело в том, что Евросоюз субсидирует переключение грузов с автомобильного транспорта на железнодорожный, поскольку это более экологично и более экономично. И здесь съемные кузова как раз позволяют реализовать, сделать железнодорожный транспорт более конкурентоспособным по сравнению с автомобильными перевозками. Как думаете, у нас будет спрос на такое оборудование? Наверняка вы уже какие-то прогнозы делали, изучали рынок. Что ждет в будущем? Вы знаете, здесь самое сложное – это не создать съемный кузов и не создать вагон, а создать транспортную технологию. Дело в том, что элемент кузов или вагон – это только элемент этой технологии. Нужно работать с грузоотправителем, с грузополучателем, нужно работать с тарифами, работать с самой технологией перевозки. И, конечно, для того, чтобы вот этот весь путь длинный пройти, его проще всего пройти в рамках одной компании. Поэтому мы создали в рамках холдинга компанию Unicon 1520. Эта компания – специализированный контейнерный и мультимодальный оператор. И в рамках этой компании мы как раз отрабатываем вот эти логистические технологии, транспортные технологии, которые включают в себя как элемент съемные кузова. Сейчас у нас первое – это перевозка стали для собственных нужд нашего завода. Вторым шагом, я надеюсь, летом мы проведем логистический эксперимент по перевозке угля в Мурманский порт, благодаря содействию СУЭКа. У нас на выходе сейчас съемные кузова для перевозки леса, которые очень заинтересовали грузоотправителей. И съемные кузова по перевозке минеральных удобрений и зерна, которые также очень интересны соответствующим грузоотправителям. Я думаю, что по мере того, как будут нарабатываться положительные истории, история успеха, я думаю, что все больше и больше массы грузоотправителей оценят преимущества таких кузовов. Да, мы сделали универсальную платформу, но с возможностью перевозки съемных кузовов. При этом эта платформа сочлененная. Мы считаем, что вообще сочлененные вагоны – это один из видов тяжеловесного движения для российских железных дорог. Дело в том, что такой вагон позволяет перевозить на той же длине больше груза. За счет того, что больше осей, больше тележек и так далее. При этом нагрузка на путь, она остается такая же, как у обычных вагонов. Сейчас мы создали вот такую универсальную платформу, которая может работать, как обычная универсальная платформа. В то же время может перевозить контейнеры и может перевозить съемные кузова. Она может перевозить три 20-футовых контейнера, причем тяжеловесных, по 40 тонн. И может перевозить три съемных кузова, по 40 тонн. Съемные кузова, в отличие от контейнеров, они в габарите ТПР. Я хотел бы это еще раз отметить. Иногда спрашивают, в чем же разница между съемным кузовом и контейнером. Довольно большая разница, на самом деле. Поэтому мы не позиционируем его даже как спецконтейнер. Это именно съемное оборудование. Он в габарите ТПР. Он использует все возможности российских железных дорог по перевозке грузов. И в него можно грузить огромный спектр практически всех грузов с максимальным использованием грузоподъемности. То, о чем вы говорили в начале. И в планах у нас также создание специализированной платформы. Дело в том, что универсальная платформа всем хороша, но у нее есть минусы. Она немножко тяжеловатая, как любой универсальный вагон. Специализированная платформа будет оптимизирована по всем ее характеристикам. Она будет иметь более высокую грузоподъемность. Но помимо этого, в ней будет еще одно дополнительное преимущество. Дело в том, что с универсальной платформы, возможно, будет разгружать кузова без их съема с вагона. То есть прямо в межрельсовое пространство. Дело в том, что большинство существующих терминалов, например, по минеральным удобрениям, по зерновым грузам, там есть своя инфраструктура, есть стандартная технология выгрузки. И не совсем рационально было бы полностью отказываться от существующей технологии. Поэтому специализированная платформа позволяет также выгружать грузы в межрельсовое пространство, используя стандартную, обычную инфраструктуру выгрузки таких грузов. Но при этом я хотел бы отметить, что все эти платформы, они базируются на нашей тележке, как мы ее раньше называли «Барбер». Значит, эта тележка сейчас имеет неоспоримые преимущества по надежности. Это 800 тысяч километров межремонтного пробега или 8 лет. Это 6000 километров гарантийных плеч, то есть пробег без осмотра. Это в 5 раз более надежная с точки зрения отказов в эксплуатации тележка. Так что вот это как раз экипажная часть. Да, эта тележка действительно дорогая, платформа дорогая, но за счет того, что она будет постоянно работать, это высокая стоимость, будет быстро утилизироваться, быстро превращаться в полезный продукт. Это оправдано. Эта технология уже, ну вот конкретно этот образец тележки прошло, и испытания уже можно о каких-то результатах говорить? Значит, универсальная платформа сейчас как раз проходит испытания, и мы надеемся где-то в первом квартале получить сертификат. Вот специализированная платформа выйдет чуть позже, она выйдет где-то во втором квартале. И мы, в принципе, готовы сразу же запускать эти вагоны в боевую эксплуатацию, поскольку никаких ограничений по ним инфраструктурных нет. И вот, я думаю, в рамках сначала нашей компании Unicorn 1520, а в дальнейшем в рамках других заинтересованных компаний мы начнем проверку и построение новых логистических схем. Если говорить о сроках, это сколько? Два года примерно, да, чтобы новые вагоны, новые платформы заработали уже в полную силу, вошли, может быть, в массовое производство, заинтересовали всех участников рынка. Ну, я думаю, что первые позитивные результаты, позитивные результаты в смысле доказанной экономической эффективности мы получим где-то через год. Ну, учитывая, с одной стороны, что рынок сейчас довольно конкурентный, и действительно операторы изыскивают любые возможности по повышению маржинальности своего бизнеса, с одной стороны. Но, с другой стороны, можно сказать, что, конечно, железнодорожный рынок довольно консервативный. Это естественно, потому что это довольно сложный и довольно сложный технологический процесс, связанный с безопасностью. Поэтому это действительно такой консервативный рынок. Но вот я лично смотрю позитивно на перспективы. Я думаю, что, учитывая первый фидбэк, который мы получили от операторов, я думаю, что год-полтора – это максимум, что подтвердит возможность и перспективы этой технологии в будущем. В то же время есть более современные транспортные технологии, в частности, мультимодальные технологии. В чем разница между мультимодальных технологий и железнодорожным транспортом? Мультимодальные технологии маршрутизируются, то есть, чтобы груз перевести с точки в точку, его надо маршрутизировать. Его надо в каких-то ключевых станциях, вагон отцеплять от поезда, перецеплять к другому поезду, чтобы он, наконец, добрался до точки назначения. В мультимодальных технологиях сама транспортная единица никуда не маршрутизируется. Маршрутизируется только кузов или контейнер. Соответственно, мультимодальные технологии, они более перспективны. Для маршрутизации не требуется огромная инфраструктура. Не требуются огромные сортировочные станции, которые являются просто закопанными в землю деньги, которые часто работают не так эффективно, как могли бы. Для маршрутизации контейнера требуется всего лишь контейнерный терминал, который довольно компактный по размерам. Очень быстро через перронные технологии происходит съем, погрузка контейнеров, поезд стоит на маршрутизации довольно мало. То есть она существенно более эффективная технология мультимодальная. Сокращает сроки. Да, сокращает сроки, сокращает капитальные вложения в инфраструктуру маршрутизации. По моему мнению, будущее как раз мультимодальных технологий и съемных кузовов именно в этом, что они позволяют кардинально поменять инфраструктуру, поменять технологию маршрутизации и, соответственно, повысить эффективность. Алексей Михайлович, спасибо вам огромное за сегодняшнюю беседу. Очень много интересного рассказали. Спасибо вам. Спасибо. Алексей Соколов, первый заместитель генерального директора по стратегии и продукту научно-производственной корпорации «Объединенная вагонная компания» сегодня был в нашей программе. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова